Касю я с конюшину Как он появился, этот ресторан, я смотрю, что все рестораны, которые существуют в Нью-Йорке, есть украинские, есть молдавские, грузинские, армянские, литовские, любые, белорусского ресторана ни одного нет, по всей Америке, несправедливо. И у меня пришла идея открыть белорусский ресторан. Я до этого имел ресторан, но другой. Я сделал белорусский ресторан с белорусской едой, с белорусской кухней, с нашим родным, со всем. И самому на душе легче. Это было, я открыл его в 2005 году, 1 сентября. Это была идея лично моя. Я сразу догадался, понял, что надо открываться. Я открылся. Такой вот план, ресторан сделал. Все. И работаю. Все ходят. Белорусы, украинцы, китайцы, кто хочет. Но вы открыли именно потому, что вы и сами из Беларуси. Ну, конечно, я из Гомера сам. А сколько вы прожили в Америке и сами? 24 года. Я приехал в 90-м году сюда. Что вас заставило приехать? Что меня заставило? Да. Но у меня начала болеть жена и сын после Чернобыля. Вот. И я понял, что это сильно влияет на здоровье моей семьи. Была возможность. Я взял и переехал. Переехал сюда. Это никакого значения не имеет. Это нет отношения, любит человек Родину или не любит Родину. Это все неверно. Человек правит жить, где он хочет. Тем более сегодня. С сегодняшними всеми законами и правилами. Жить я могу, где я хочу. А любить я внутри могу все, что я тоже хочу. Понимаешь? Поэтому все свободно. Ребята с Беларуси прилетают, летят назад. Все, в принципе, нормально. А были какие-то еще идеи, как назвать это место в Беларуси? Это Сябры? У меня сама компания Беларусь называется. А теперь эта компания управляет Сябрами. Рестораном Сябры. То есть в этой компании еще есть бизнеса. Но это моя основная компания. Беларусь Инк. А я это самое. В этом холдинге, скажем так, есть ресторан Сябры. И беларусов много, и молдаване ходят, и китайцы ходят, и украинцы, и русские. Кто угодно. Москвичи. Ну, со всех городов. Разные люди ходят. Абсолютно разные. И лепс здесь кушал у меня. Заходили ребята с Сябров, ансамбля. И вот были, не помню, вот молодая пара, вон они у меня на стене, в плакат их не висит, тоже кушали. Тут, ну, сегодняшние музыканты из Беларуси, которые там знаменитые. Вот. Потом, кто еще кушал? Ветров Гальцев кушал, Пьер Норгиз кушал, Тутсик ансамбль кушал, Серега наш Гомельский кушал со всем ансамблем здесь. Много кто был, всех не припомнишь. И консул заходит, и белорусский. Ну, кто еще? Владыка кушал, приходил ко мне Владыка, Мурманский, вот с этих краев. Вот, батюшка приходил ко мне кушать. Олигархи с России были, с Украины были. Вот. С Беларуси, я не знаю, есть в Беларуси олигархи? А как вы думаете? Не знаю. Честно. Не слышали? Не слышал, честно говорю, не слышал. Я не люблю обманывать, я говорю всегда напрямую, как оно есть. Я не слышал. Ну, может, естественно, есть, но я их не знаю. Вот. Я больше, как бы, все бизнеса свои строил, там, где я сам инвал, ну, извините, не инвал, а, как правильно сказать, участвую. Вот. У меня есть повара, у меня есть все. Сегодня я взял себе эти, делаю я, иду. Вот, я это люблю. Это приятное времяпрепровождение, скажем так. Одно из ваших меню, интересное самое, которое, наверное, все замечают, это... Аблет от Лукашенко? Совершенно верно. Чего говорят одно и то же. Вот. Ну, это, ну, просто это утрировано, аблет от Лукашенко, но, как вы, знаешь, нотку юмора тоже надо придавать всюду. Ну, знаешь, как, как у нас делали раньше в Гомеле, берешь в этот омлет, даешь муженину, которую мы делаем сами, домашнюю, вот, сало, грибы, вот, потом это самое, потом кышишь в этот омлет лучок, все это заливаешь взбитым хорошим составом из яиц и запекаешь. Вот, подается он прямо на сковородке, чугубной, как положено. Вот, поэтому он очень вкусный, очень. Я тебе объясню, все же в Америке, я не знаю, наверное, сегодня и во всем мире, не только в Америке, все следят за фигурой, знаешь как? Чтобы не было жирно, чтобы не было жира много и органики, либо сегодня, и то, и то, и то. Но у меня, как ни странно, этот омлет заказывают очень часто. Ну, как назвать такой омлет? Ну, от Лукашенко. Почему от Лукашенко? От Батьки можно назвать. Знаешь, что, я тебе буду сказать честно, насчет Александра Георгиевича. Я ничего против него не имею. Если народу хорошо, значит и мне хорошо. Я не люблю людей, которые, ну как правильно сказать, неправильно обращаются с людьми. Почему я должен быть против него? Если я слышу отзывы, люди приезжают и говорят, чисто, строится все, вовремя зарплаты, вовремя это, вовремя то. Почему я должен тогда этого человека не уважать, если он смог этого добиться? Нет криминала в стране, этого, этого. Просто я уезжал совсем с другой стороны, понимаешь? Когда был разгул криминала, и люди не могли сегодня, как я понял, можно открывать там бизнеса, можно делать бизнес семейный, любой, какая разница. Главное, что это можно делать все легально. Все, за что раньше наказывалось, сегодня это все легализировало, легализировало. Поэтому... Но многие начнут говорить после вот таких ваших слов, что вам легко судить отсюда, то есть вы бы приехали... Не бывает такого, не бывает. Что значит, а что, тот, кто так будет говорить, думает, что здесь доллары растут на деревьях? Я работаю 7 дней в неделю на протяжении 25 дней. До 25 лет, я извиняюсь. И что, чем мне, мне легче, чем им. Если я б жил там, я бы и там работал. Дело в том, что в первую очередь надо знать, заберут или не заберут. Опасно это, не опасно забирать. Понимаешь? Во всем должна быть стабильность. Если, например, я выкупаю предприятие и начинаю им заниматься, то у меня должна быть гарантия, что когда это предприятие начнет думать дивиденды, то бишь прибыль, что это останется за мной прибыль. Ну, естественно, налоги, как положено все. Тогда это хорошая мероприятие. Если это долгосрочные контракты, и люди гарантированы, что это ихняя, почему нет? Сейчас я буду делать драники. Ко мне приходят официальные лица с Белоруссии. Кстати, они мне и подарили сегодняшний флаг Белоруссии. Ко мне приходят разные люди. Кто-то против этого флага, кто-то за этот флаг. Понимаешь? Я тебе честно скажу, что я не вижу разницы. Почему? По одной причине. Что вся твоя вера, которую ты имеешь, она должна быть в тебе внутри. Внутри. Показуха никому не нужна. Мы, я, люди должны делом доказывать. Я ничего не хотел подчеркнуть тем, что я открыл это белорусское место. Я это сделал в маленький уголок. Маленький уголок. В Нью-Йорке. Почему? Потому что, знаешь, как говорил, помнишь белое солнце в пустыне? За державу обидно. Почему в Белоруссии мы не имеем права сделать хороший белорусский ресторан? Хотя у украинцев целый район в Манхэтте нет. И ресторан, и магазины. И целая община. Почему мы не можем это делать? Конечно, если бы я здесь открыл не такого плана еду, а, например, более американизированную, понимаешь? Я имею в виду, опять-таки, те же хамбургеры, хадони и так далее. Я бы зарабатывал намного больше. Но дело в том, что еще в творчестве, я считаю, что это творчество, должно быть, должно быть интерес. Понимаешь? Вот я имею к этому интерес. Мне приятнее сделать драни, чем мне сделать хамбургер. Хотя я умею и то, и то делать. Есть, когда люди приходят, я ставлю... Вообще ставлю любую музыку, на любой вкус. Кто что любит. Белорусская музыка играет. А почему бы, чтобы не играла русская музыка, украинская музыка? Почему нет? Если люди это хотят, и людям это нравится. И белорусская играет, естественно. Если идет какой-то банкет, то если люди хотят живую музыку... Вот, например, здесь есть для пожилых людей специальные центры. Для пожилых людей. Я порекомендовал, там пели наши белорусские артисты. Кстати, я их услышал в этом самом... Когда было... Когда я кормил наше консульство, то там они выступали. А я их там услышал. Муж с женой, я не помню, как их зовут. Мы его покормим вкусно. Александр Григорьевич. Да. А, да он же вроде как не выездной. Так вот, это и плохо. Вот это и очень плохо, что он не выездной. Вот все, что он заказал, я бы ему сделал. Все, сделали, по-моему, мочанку добрую. Колдунов бы сделали, траником нажарили. Правильно он любит. Да, на чем он должен вклепить свою кухню. Наш гомельский парень у меня работает. Потом официантка с Молдавии. Чарка. Приносят себе свою чарку. Дело в том, что здесь нет смысла торговать ликером. Я поставил ставку на еду. Меня интересует бизнес, развитие бизнеса. Как он прогрессирует там. На каких условиях строится бизнес. Дело в том, что я понимаю, говорить легко, сделать тяжело. Но мы реальные люди. Я бы, конечно, хотел иметь там бизнес. Очень хотел. Чтобы я мог там появляться чаще и так далее и того подобное. Но я не знаю сегодняшних законов. Я не знаю, как это, что это. Какие условия для работы. Я переехать не могу. Я завязан здесь. Вся моя семья, дети, все здесь. Как я могу переехать? Я же их не брошу здесь. Они в Беларуси были хоть раз? Вот хочу сына повезти. Никогда он не был. Я его привез. Ему было 4 годика. Сейчас ему уже как говорят, до 120 лет. Ему уже 29 лет. То есть я хочу ему показать. Сын сам хочет поехать. Он сам хочет. Он сам меня просит. Ну, это надо летом ехать.